В Паттайе черноморские дельфины будут лечить детей с особенностями развития. В Паттайе черноморские дельфины будут лечить детей с особенностями развития. 3.35 РИА Новости, Сергей Мальгавка Дельфины. РИА Новости, Сергей Мальгавка Дельфины. Архивное фото. Паттайя, Таиланд, 17 мая РИА Новости. Черноморские дельфины будут лечить детей с особенностями развития в новом дельфинарии, Дельфинарии, открытым в курортном тайландском городе Паттайи, первом дельфинарии с программой дельфинотерапии в Юго-Восточной Азии. Дельфинарии создан тайландско-российской компанией Dolphins Bay Pattai, основными учредителями которой являются супруги Садхирап Хонг и Ольга Натакуатунг. В мире давно известны программы лечения детей с отставанием в развитии, детей с аутизмом и другими расстройствами с помощью дельфинов. Эта терапия, основанная на всплеске положительных эмоций у ребенка от общения с дельфинами, давно доказала свою состоятельность. Например, дети, отстающие от сверстников в развитии речи, во многих случаях начинают говорить после всего нескольких сеансов, но в Юго-Восточной Азии пока нет ни одного дельфинария с лечебной программой. «Наш будет первым», — рассказал Рия Новости в четверг сооснователь и управляющий директор дельфинария Садхирап Хонг Натакуатунг. 24 декабря 2018 года, полночь одна. В США ученые нашли хипстеров среди дельфинов. «В отличие от дельфинария, работающего на Пхукете, в котором один бассейн и который создавался, как аттракцион для туристов, в том числе российских и китайских, мы с самого начала строили в Паттайе два бассейна на одной территории, один как арену для шоу дельфинов и морских котиков, и второй для плавания детей с дельфинами и дельфинотерапией», — сказал он. «Дельфинарий» — торжественно открылся в таиландском курортном городе в прошлое воскресенье, однако в тестовом режиме он уже успел проработать несколько недель. Оба бассейна работают, в большом идет шоу-программа, а в малом пока организовано для детей плавание с дельфинами под присмотром опытных инструкторов. Это очень полезная для детей процедура, но, конечно, пока не полноценный курс лечения. Терапия в полном смысле слова начнется здесь очень скоро, как только закончатся формальности, и в дельфинарии начнут работать врачи, имеющие большой опыт дельфинотерапии. «Все врачи, тренеры и инструкторы дельфинария прибывают к нам с Украины», — рассказал Натакоатунг. 26 апреля, 15.38. В Крыму хотят создать центр реабилитации дельфинов. Выловленных в дикой природе дельфинов запрещено транспортировать и перевозить из страны в страну. Но главное не в этом. Дельфины, появившиеся на свет и выросшие в дельфинарии, тем более в таком, где практикуется дельфинотерапия, активно и успешно взаимодействуют с человеком с самого детства и идеально подходят для лечебного центра, который мы создаем», — добавила россиянка. Супруги рассказали РИА новости, что идея открыть дельфинарии с лечебной программой именно в Паттайи пришла им потому, что Паттайи находится близко к Бангкаку и является морским курортом, популярным не только у иностранных туристов, но и у жителей тайландской столицы. Основная часть их семейного бизнеса сосредоточена на острове Пхукет. Супруги на такое Тунг более 17 лет работают в сфере туризма, общественного питания, транспортного обслуживания, риэлтерском бизнесе. Мы исходили из того, что в Паттайю на каждые выходные приезжают десятки тысяч жителей Бангкока и ближайших к нему провинций. Мы уверены в своем продукте, даже если бы речь шла только о шоу с участием дельфинов и морских котиков, потому что наше шоу-программа сильно отличается от того, что показывают другие дельфинарии в Азии, и мы могли бы открыться в других туристических зонах, но решили открыться именно в Паттайе, с расчетом на несколько миллионов тайцев, приезжающих на восточное побережье каждый год, а не только на иностранных туристов, сказал Рия Новости Садхирап Хонг на такое Тунг. 17 января, 6.16. Амазонские дельфины попали в категорию вымирающих видов в Красной книге. А дельфинотерапия и плавание детей с дельфинами – это сочетание развлечения, познания и лечения, которое одинаково интересно как местным жителям, так и иностранцам, добавил предприниматель. В бассейне, предназначенном для дельфинотерапии, несколько мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 10 лет радостно плескались вместе с дельфинами. С ними в воде находился тренер, а с бортиков за детьми внимательно следили их родители. Несмотря на то, что предложение поплавать с дельфинами повторяется несколько раз за время стандартной шоу-программы, в соседнем большом бассейне восторженно принимается детьми, а сотрудники дельфинария носят на майках надписи «Очередь в малый бассейн невелика, не все родители сразу разрешают своим детям окунуться в бассейн вместе с морскими животными, каждая из которых в 2-3 раза больше ребенка по размеру. Пока это непривычно, ведь нигде в Таиланде и в соседних странах ничего подобного нет», сказал РИА Новости Алексей, россиянин, живущий и работающий в Паттайе, который уже во второй раз привез в дельфинарии своих детей. «Но, судя по реакции тех тайцев, которые сегодня здесь, как и мы, уже не в первый раз, осторожность скоро пройдет и тайцы пойдут сюда», добавил он.